А вы когда-нибудь думали приготовить что-то этакое с помощью докера? Здравствуйте, я Антон Павленко. В этом видео вы узнаете, как из простого рецепта приготовить докер образ. Наливайте приятную для вашего организма жидкость, усаживайтесь поудобнее, вас ждет электронная кулинария. Дорогой друг, я хочу порекомендовать тебе канал IT-культура. Автор канала Олег Леонов, опытный программист с более 10-летним стажем разработки мобильных приложений. А опыт не абы какой, писал приложения для Министерства обороны, Сбербанка, такси, ресторанов и даже для канадских тренеров по хоккею. На своем канале Олег рассказывает о тонкостях разработки, приложениях, сервисов и других IT-премудростях. Шутит, умничает и обучает. Все, что ты любишь, рассмотришь мой канал. В общем, если тебе интересно, например, причины тормозов Android Studio, почему программисты не любят чужой код, или как мобильное приложение за 180 миллионов рублей следить за пользователем. Переходи по ссылке в описании и подписывайся на канал. Зачем я это все затеял? Почему так резко докер? Ты же его не любишь? Наверное, много вопросов у вас. Во-первых, я не говорил, что не люблю докер. Я против его пихания везде, где ни попадет. При этом не задумываясь, как это все работает. В общем, против отупивания. Я давно хотел сделать серию уроков по всяким девопт-штукам. Но интереснее на реальных примерах. Недавно я задумался, что на выкладку видео трачу очень много времени и хорошо бы часть работы автоматизировать. Начал с малого. Написал скрипт, который парсит с помощью API YouTube мой канал на наличие видео и публикует его в Telegram канале. Скрипт я написал за один вечер. Это не продавый вариант. Черновой. Я пока изучал работу API. Тут нет ненормального аллогирования, ненормальных проверок. Это вариант скрипта для идеального сферического коня в вакууме. Надеюсь, в выходу видео я все реализую и вы увидите первую работу скрипта в моем Telegram канале. Если хотите дать совету по написанию кода, милости прошу в комментарии. Да, я знаю, это противоречит моей философии. И в докер в реальной жизни пихать подобную реализацию не надо. Но я подумал, что данный проект подойдет для примера. Пример с натяжкой реальный, но с помощью него можно раскрыть некоторые необходимые темы. Надеюсь, меня хватит энтузиазма его развивать и снимать вам видео про то, как можно настраивать экосистему вокруг него. Может это выльется в что-то классное, не знаю. Будет выходить видео по этой теме или нет, зависит от тебя, от твоих просмотров, лайков и твоих слов благодарности. Чем их больше, тем больше мотивация снимать. Для начала рассмотрим жизненный цикл докер-контейнера. На примере кондитерского изделия. Мы хотим создать мега крутой торт. Что нам нужно первым делом раздобыть? Рецепт. Вот чтобы создать докер-контейнер, нужно также раздобыть рецепт самого вкусного, таящего во рту докер-образа, изюминкой которого будет изысканное или не очень приложение. А что нам нужно для создания докер-образа? Создать или где-нибудь поизаимствовать докер-файл. Дальше по этому докер-файлу создать докер-образ и выложить докер-магазин или полку, докер-хаб, локальный репозиторий или еще какой-нибудь кастомный. Потом стащить с хранилища, подать гостям. Подать можно просто, плюхнув на стол с помощью докер-ран. А можно изящно и лаконично сервировать стол с помощью инструкции от ресторатора или составленную по своему усмотрению, под названием докер-компост, чтобы все блюда лежали на своих местах и правильно с друг другом взаимодействовали. А можно нанять целую команду поваров, официантов и другого персонала, которые будут готовить и подавать блюда тогда, когда это надо. Разнообразные CICD инструменты, Jenkins, Kubernetes и т.д. С ними на столе всегда будет достаточно блюд и в нужном количестве, чтобы пользователи были довольны. А если сюда добавить разнообразные метрики, так вообще будет шик, как в лучших ресторанах Лондона и Парижа. Чтобы начать готовить наше изысканное или не очень блюдо, нужна кухня с нужными инструментами, в нашем случае ПК или сервер с установленным докером. Давайте этим и займемся. Для начала понадобится документация. Я оставлю все ссылки в телеграм-канале. У меня стоит Ubuntu 1804. Вот такая инструкция для меня. Обновляем кэш APT, чтобы он установил нам актуальные версии программ. Далее установим все необходимые вспомогательные программы. Они нам помогут в установке, скачивании и организации работы через HTTPS. Скачиваем и добавляем ключ от репозитория. Добавляем репозиторий в зависимости от вашей операционной системы. LSB-релиз как раз выводит нужную информацию о нашей ОС для добавления нужного нам репозитория. Обновляем индекс пакетов APT и устанавливаем необходимый пакет. Кто не знает, двойной амперсант используется для последовательного выполнения команд. Правая часть выполняется, если выполнилась левая. Если вы хотите, чтобы эти части были независимыми, ставьте точку с запятой. Все выполнилось. Ожидаемо у нас ни одного контейнера. Никто еще на кухню не забегал. Кухня готова. Мы окинули взгляд, что все на месте. Давайте составлять рецепт. Что мне для этого понадобится, помимо носителя информации? Понятные для кулинара инструкции. Порезать, почистить, добавить в тару, посолить, поперчить, снять с огня, попробовать, возмутиться и выкинуть. Вот и у докер файла есть свои инструкции. Давайте познакомимся. From задает базовый родительский образ. Label описывает метаданные, например, сведения о создателе. Yenv устанавливает постоянные переменные среды. Run выполняет команду и создает слой образа. Здесь будут инструкции для установки пакетов. Copy копируют в контейнер файл и папки. Add копируют файлы и папки в контейнер. Также он может распаковать локальный tar файл. Везде советуют его использовать для распаковки архива. cmd описание команд с аргументами, которые можно выполнить, когда контейнер будет запущен. Аргументы могут быть переопределены при запуске контейнера. В файле может присутствовать лишь одна инструкция cmd. Workdir задает рабочую директорию для следующих инструкций. Тут есть одна особенность. Если мы выполним runcd в какую-нибудь директорию, при следующем run это все сбросится. Чтобы нам в каждом ране не добавлять эту инструкцию, нужно добавить workdir. ARG задает переменные для передачи докер во время сборки образа. EntryPoint передает команду с аргументами для вызова во время выполнения контейнера. Аргументы не переопределяются. Expose указывает на необходимость открытия порта. Volume создает точку монтирования для работы с постоянным хранилищем. Приступаем к приготовлению. Для этого открою свой любимый текстовый редактор Vim. Что первым делом надо указать? Базовый образ. Это будет основа нашего торта. Далее ставим метки шеф-повара. Указываем адрес того, кто поддерживает этот контейнер. Процедура не обязательна. Можете оставаться инкогнито. Мы маленькие анонимусы. Следующим шагом нужно приправить переменными окружениями. Я в этом скрипте беру следующие переменные окружения. ID канала, ключ от IP ютуба, токен от телеграм бота и канал, в который я буду все это дело постить. Указать переменные окружения можно несколькими способами. Ключ значения. В этом варианте можно кучу пробелов расположить и будет работать. Ключ равно и в кавычках значения. Сюда же через пробел можно добавить другие переменные окружения. Без кавычек тоже будет работать. В этом варианте, если нужен пробел, заэкранируйте его и можно также добавить с новой строчки. Сколько вариаций? Что дальше? Мне надо установить Python версии 3. Вторая уже уходит в небытие. Для этого используем run. Он используется для установки пакетов и библиотек внутри контейнера. Обновляем индекс пакетов и устанавливаем нужный нам Python. Не забываем указать минус Y. Чтобы не требовалось подтверждение, плюс мне нужен pip3 и модуль telebot. Здесь немножко теории. Я не случайно для аналогии взял вкусный сладкий нежнейший торт. Докер, как и многие торты, обладает свойством слоистости. То есть с каждым run у нас появляется новый слой. Поэтому, чтобы образ влез ваша орала и не разорвало его в клочья, лучше избегать большого количества слоев и по максимуму группировать команды. Есть одно но. Если ты все впихнешь в один run и обнаружишь ошибку в инструкции или решишь его изменить, все придется собирать по-новому. Но и в порядке добавления есть определенный нюанс. Если ты испортил или хочешь изменить верхний слой торта, то есть инструкцию, которая в файле ниже, то нижние слои торта тебе не надо будет разбирать и собирать по-новому. А вот если ты решишь изменить нижний, первая или вторая инструкция в файле, придется пересобрать все по-новому. Это надо учитывать при составлении файла. То есть раньше надо собирать слои, которые с большой долей вероятности вам не понадобится пересобрать, а позже который будет пересобираться постоянно. В моем случае это установка модулей Python. Я думаю они будут добавляться. Далее копируем наш скрипт внутрь. Для этого можно использовать add или copy. В чем разница, для обычного текстового файла никакой. А вот для архива есть, add его распакуют. Я рекомендую во всех случаях кроме распаковки архива использовать copy. Почему? Да все просто. Как-нибудь забудешь, что add распаковывает архивы и он тебе вместо копирования архива все распакует. А это нагрузка на процессор и файловую систему. Возможно эта нагрузка ни к чему плохому не приведет, но если ты платишь за ресурсы или это сервер, где все рассчитано до мелочей. В общем лучше перестраховаться. Скрипт я буду копировать в usr localbin. По стандарту тут должны лежать пользовательские скрипты. Для примера укажем эту директорию как рабочая и поставим точку. То есть в текущем каталоге. Нам осталось запустить скрипт. Это можно делать двумя способами. cmd и entry point. Чем они отличаются? Entry point параметры в отличие от cmd не переопределяются. Если контейнер запущен с параметрами командной строки, вместо этого параметр добавляется. Но помните, докер файл обязательно должен содержать либо cmd, либо entry point инструкцию. Но что же выбрать? Есть рекомендации от создателей. Если вам нужно запустить одну и ту же команду несколько раз, ваш выбор entry point. Если ваш контейнер выступает в роли исполняющей программы, то же entry point. При наличии дополнительных дефолтных аргументов, которые могут быть изменены через командную строку, надо выбирать cmd. Я не желаю, чтобы параметры переопределялись, поэтому entry point я выбираю тебя. Можно задать в обычном формате, а можно в json. Я выберу последний. Ну что, попробуем собрать нашего сферического коня в вакууме. Если ваш файл называется docker-file и мы находимся где он лежит, то достаточно ввести docker-build . Если мы бунтари и назвали его по-другому и брезгуем находиться рядом с ним, есть команда docker-build-f. Путь до файла. Я не брезгую. Добавляем точку. Наш образ пошел собираться. Как вы видите, докер собрал наш торт. Ну и в лучших традициях мыльных сериалов, что произошло с нашим образом, вы узнаете в следующем видео, если конечно оно выйдет. А чтобы это произошло, ставь лайк и пиши комментарий. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на телеграм и ютуб канал и другие социальные сети. Если есть возможность, помогайте каналу финансово. Все ссылки в описании. Увидимся!